Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сегодня мы с вами начинаем вязание пледика Иллюзион. Вязать мы его будем из четырех цветов. Видите, у меня четыре цвета. Причем три цвета основных, их уйдет больше, и один отделочный. Он действительно отделочный, его надо совсем немного. Сколько конкретно нам надо пряжи на этот пледик, мы с вами сегодня рассчитаем в программе Книдстайлер. Состоит наш пледик будет из большого количества деталей, которые будут иметь размерность на 15 см в квадратике. И деталей этих будет вот такое количество. Вот это схема нашего пледика. Каждый элемент имеет 15 см. Ширину и 15 см в длину. Получается 30-30-60 см, 30-30-30-30-90 см. То есть размерность нашего пледика 60 на 90 см. Если вам пледик нужен другого размера, вы на данном этапе сможете посмотреть, сколько элементов вам нужно добавить. Но учтите, что наш плед имеет рапорт. Но рапорт очень хитрый. То есть повторяться деталей будет по 4 см. То есть мы с вами будем провязывать 4 рапорта. Примерно делю вот таким образом. То есть в каждом рапорте будет своя деталь. То есть у нас будет 4 детали. Поэтому если вы хотите плед большего размера, добавляйте сюда минимум 2 части и туда минимум 3. Смотрите, вы в принципе можете сделать свою размерность, если вы владеете программой и умеете считать. Я вам покажу, как мы строим выкройку. Я вам покажу, как мы будем разрисовывать эту выкройку цветом. Потому что, еще раз говорю, у нас во всем детали, в каждом элементе будет по одной детали. То есть повторять мы их не будем. Вот в каждом рапорте все 6 клеточек будут иметь свой узор. Если вы можете пересчитать, можете перерисовать под свой размер. Вы можете посмотреть, например, вам нужен метр. Вы можете этот метр поделить на заданное количество элементов. И они у вас будут просто большего или меньшего размера. Не 15 см, а своего количества сантиметров. Если вы можете, если вы владеете программой Книдстайлер, у вас есть своя петельная проба, вы можете подставлять свою петельную пробу и вязать по своим же размерам. Если вы не умеете пользоваться программой, не умеете считать и вообще мало представляете, как это делается, я вам буду рассказывать, сколько петель и рядов провязываю перед сменой цвета и какие прибавки и убавки выполняю я. Я вам все распишу, все покажу. Плет свяжут все. Никаких очень сложных узоров мы делать не будем. Будем вязать горизонтальные ряды. Некоторые с убавками, некоторые по прямой. Теперь же я вам покажу все свои расчеты. Поэтому, если вы сомневаетесь, сможете ли вы связать, связать смогут все. Никаких сложных узоров в каждом элементе мы вывязывать не будем. Размер я вам дам. Количество пряжи мы сейчас просчитаем. Квадратик мы сейчас с вами в программе построим. Схемы нарисуем. Нарисовать будем в процессе вязания. То есть, какой элемент вяжем, такой будем рисовать. То есть, сегодня мы рисовать узора не будем, будем рисовать только квадратик. Поэтому, если вы сомневаетесь в своих силах, вы все равно осилите этот плед. Если вы имеете возможность рисовать сами, применяя свои размеры, пожалуйста, никак вас в этом не ограничивайте. Итак, каждый элемент мы будем провязывать за одну часть. То есть, одна часть у меня будет представлять из себя 4 квадратика. Потому что, например, раз, два, три, четыре. Они будут не в этом месте находиться. Я вам примерно говорю, что, видите, у нас 4 рапорта. Значит, раз, два, три, четыре раза мы будем провязывать за один квадратик. То есть, один день, одна часть дается на четыре одинаковых элемента. Всего элементов, вы видите, шесть. То есть, за сегодняшней частью пойдет шесть частей по провязыванию элементов. И потом мы их будем собирать, исходя уже из нашей схемы. Но, учитывая, что программа Книдстайлер очень проста и эффективна в плане вязания, Я думаю, что, увидев, как это провязывается, вы поймете, что с ней выполнять даже такую простую работу, как вязание прямоугольничков, гораздо проще, чем считать ручную. Итак, пойдем, идем смотреть, как мы строим выкройку и сколько пряжи нам нужно на каждый элемент. Открываем программу Книдстайлер, идем в раздел выкройки и рисуем квадратик 15 сантиметров. Такой выкройки, естественно, у нас в программе не предусмотрено, поэтому мы его спокойненько сейчас с вами нарисуем. Нарисовали. Смотрим, вот наш квадратик. И сейчас наша задача подобрать ему петельную пробу, которую вы обязательно должны сделать перед тем, как мы будем вязать. Петельная проба у вас обязательно должна быть. Пробу делаете на 15 сантиметров, можно 30 на 30 рядов. 30 петель на 30 рядов. Такой образец небольшой будет достаточно, потому что деталь, видите, совершенно небольшая. И заносим эту петельную пробу в нашу программу. У меня акрил новинка детская пехорка, машина сильвер, плотность десятая, количество петель рядов и применяю. У меня я вижу количество петель. В разделе вязания смотрим ширина 41 петля, 58 рядов. Можете, посмотрев на количество петель рядов, перепроверить программу, попала она в расчет вашего размера или не попала. Сейчас мы посмотрим расход пряжи, сколько нам нужно будет на вязание пледа. Идем опять в машину пробу. Расход пряжи. Образец 1, ну давайте новый плед. Окей. Здесь сразу заданы петли, ряды и количество граммов. Для меня это не подходит. У меня образец примерный. Я связала 37 петель, 60 рядов и весит это 8 граммов. Образец. И применить, смотрим, сколько у меня граммов понадобится на то, чтобы провязать один элемент нашего пледа. 8,7 граммов. Это примерно. То есть не надо думать, что машина вам дает прям идеальное соотношение. Примерно 8,7, то есть 9 граммов на один элемент. 9 умножить на 24, потому что у меня 24 элемента. Получается 216 грамм. То есть примерно 220 граммов пряжи мне нужно на вязание моего пледа. 60 на 90. Таким образом вы можете посчитать примерное количество пряжи, которое вам нужно. Причем 3 вида пряжи у нас основных и один отделочный. То есть эти 200 граммов примерно делим на 3. Получается по 66, ну по 70 граммов каждой пряжи. То есть 70 граммов мне нужно белый, 70 граммов черный, 70 граммов желтый. И совсем немножко красный для того, чтобы ввязывать полоски. Разделительные полосы и соединительные элементы. То есть мы соединять будем тоже красным цветом. Учитывая, что у меня пехорка имеет 50 граммов, мне нужно полтора матка белый, полтора матка черный, полтора матка желтый на провязывании пледа. Это примерно. То есть вот такой разброс по вязанию. То есть либо брать по одному матку полноценностограммовому, либо по 2, 50 грамм, как у меня в новинке пехорки. Итак, считайте количество пряжи, которое вам нужно. Подбирайте пряжу, потому что в следующий раз мы с вами начнем уже вязание первой партии наших элементов. Итак, задача сегодняшней части. Подобрать пряжу. Посмотреть количество элементов, которые нужны конкретно вам. То есть устроит вас такое количество, такой размер пледа. Значит вяжем как у меня. Либо вы хотите свой размер пледа. Свой размер пледа вы применяете, если вы разбираетесь в программе Книнстайлер, умеете делать выкройки, умеете рисовать в программе. Если вы не умеете, будете пользоваться моими расчетами. Все равно плюс-минус у вас получится, потому что каждый элемент у нас будет непрямой, скажем так. То есть у нас элементы будут находиться под углом. Мы будем их вязать под углом и потом они один другой будут выравнивать. Идеально, если вы умеете пользоваться программой. Если нет, очень рекомендую эту программу освоить, она того стоит. Проста и очень эффективна. Квадратик мы уже знаем 15 на 15. Мы в прошлый раз его нарисовали в программе Книнстайлер. Мы его видим и сейчас наша задача нарисовать на нем те полоски и те цвета, внести, которыми мы будем провязывать эти детали. Итак, я знаю, что у меня по выкройке 58 рядов. Ширина мне сейчас не интересна, мне интересны ряды. Итак, выкройка есть. Количество рядов 58. Я их, в принципе, могу и тут посмотреть. Если подведу к верхней части выкройки мышку, то вяжу внизу 59, на самом деле 58 рядов. Итак, 50. Сегодня у нас с вами вторая часть вязания пледа Эльзион. И мы будем вязать первую партию элементов. Четыре одинаковых детали. Задача нарисовать полосы в соответствии цветовой гаммы, которую вы выбрали, и провязать эти детали. У меня, если я посмотрю по разделе вязания, 58 рядов, 41 петля. Петли мне не интересны сегодня. Мне сегодня интересны только ряды. 58 рядов. 58 рядов мы делим на 3 части. 58 делим на 3. 19, 33. И сейчас мы будем эти 19, 33 раскидывать на ряды. У меня есть 3 части. Белая, желтая, черная. Все 3 будут использоваться. И между ними красные прослойки, полосочки. Так, если я беру 19 и 3, из каждой 19 я вычитаю по одному, по одной. 19 это среднее количество рядов каждого элемента. То есть у нас наша часть делится на 3 элемента. Красный, простите, белый, желтый, черный. 19 и одна из них красная полосочка. Итак, беру белый цвет. Первая у меня белая. Беру белый цвет. 19, 19, 19. Следующий у меня будет еще 19. Давайте сначала с этим разберемся. 19 белого, потом 19 плюс 19. 38. 38. Ставлю еще одну точечку. Примерно поделили на 3 части. И теперь беру красную. Чтобы не путаться. 19, 20. И смотрю, сколько у меня деталей. Сколько у меня рядов. Здесь 21 ряд. Здесь 37. 21, 27. 21, 37 минус 21. Получается 16. Отменяю все. 58 рядов делится на 3 части. Причем, каждая часть будет разделена двумя полосами отделки. Если у вас не получается 2 полосы, получается 3. Одна не стоит, наверное, 2-3 полосы. То есть подбивайте примерно. То есть если у вас ровно на 3 не делится, ничего страшного. У меня делится. То есть у меня получается 18 рядов белый. Я беру белый цвет. 18 белого. Я потом сейчас разрисую. 2 ряда красного. Дальше. Следующий цвет у меня пойдет. Желтый. 18 рядов желтого. Это 38. Так. Правильно сделала. Меняю. 38. Здесь вот желтый. 2 ряда красного. И следующее, что у меня остается, 18 рядов черного. Таким образом я распределяю количество рядов, чтобы оно было более-менее равномерно. Еще раз. Регулировать можно красными, регулировать можно внутренним цветом. Но сильно широкие красные отделочные полосы, пожалуйста, не делайте. Потому что потом с ними будет тяжело разбираться. Потом с ними будет тяжело разбираться. То есть если вы сделаете слишком широкие разделители, вам придется такие же широкие разделители делать на угловых деталях. У нас 2 части из простых деталей будут состоять, остальные из сложных. Поэтому если у вас будут очень широкие разделители, вам придется, ориентируясь на них, корректировать потом сложные детали. Лучше этого не делать. Корректируйте внутреннюю часть. Если вы на один ряд сделаете какой-то части больше, на один ряд меньше, это не страшно. Если вы вообще не знаете как, не понимаете, пользуйтесь моим расчетом. Итак, зарисовали, полностью закрасили, для того, чтобы иметь представление. На самом деле для вязания не обязательно раскрашивать полностью наш квадратик. Можно просто поставить метки. Идем в раздел вязания и смотрим. Первый раз, белое на белом не видно, но мы видим белое у нас в нижней части панели. Мы провязываем 18 рядов белым, 2 ряда красным. Дальше мы провязываем 38, видите, желтым, 2 ряда красным. И дальше мы довязываем черным. Никаких бросовых нитей, никаких открытых петель не оставляем. Слишком много деталей, мы будем их соединять. Потом будет много лохмотьев, будет много таких моментов. В принципе, открытые петли лучше. Но не обязательно, совершенно не обязательно. Поэтому, если вы хотите, можете оставлять сверху снизу открытые петли. Мы потом все равно будем на машинке соединять все эти детали между собой. Если вы не хотите, если открытые петли с бросовой нитью, с катушечной этой нитью будут вам просто мешать, не делайте. Не обязательно. Я не буду оставлять открытые петли, я буду открывать и закрывать все квадратики. То есть они у меня будут целиком выполнены, целиком готовы. Потом мы их спокойно соединим, совершенно без каких-то проблем. Итак, выкройка есть, количество петель рядов у нас есть. Идем на вязальную машинку и провязываем первый элемент. Открываем программу Knit Styler. Наш квадратик. Так, мне нужны будут угловые. Вязание угловое, но не используя жаккард, не используя никакие сложности. Поэтому берем наш уголок, разворачиваем. Будем вязать таким ромбиком. Тут два варианта. От точки вязать, делая прибавки каждый раз. Либо вязать от середины одну часть сбросовых петель. Развернули, надели на иглы, связали вторую часть. Выбирайте тот метод, который вам понравится, который вам ближе. Так, у меня есть квадрат. Повернутый так, как нам надо, потому что полосы пойдут вот так вот по прямой относительно перевернутого квадрата. Диагональные половки. Квадрат у нас не меняется, у нас меняется рисунок. Рисование. Вот наш квадратик. Рисовать можно прямо на полотне, если вы вяжете по программе. Если вы вяжете не по программе, а по листочку. В принципе, мне удобнее вязать по листику, чем отслеживать каждый раз экран, потому что экран у меня в метре от машины, и мне надо присматриваться, следить и за прибавками, и за экраном. Если у вас, тем более, нет программы, вы плохо в ней ориентируетесь. Рекомендую взять расчет, который представляет программа, перенести его на листочек, и на этом листочке уже отметить те линии, которые нам нужны. Мне, например, без разницы в программе это делать, либо на листике. Если вы, еще раз говорю, плохо ориентируетесь в программе, рекомендую бумажную основу. Вот так, идем в раздел вязание, смотрим максимально 82 ряда. Запоминаю, у меня 82 ряда. Открываю какой-нибудь там редактор типа Word.Excel. 82. 81. Создаю себе табличку. Табличку, табличку. До единицы. Вот у меня нумерация прошла. И смотрю, у меня, ну, здесь не помещается на листик, вы можете, изменяя параметры страницы, ввести ширину страницы, либо подклеить листики, как вам нравится. От единицы до 82. Все, и вот здесь, на этом листочке, мы сейчас будем с вами отмечать прибавки-убавки. Мне нужна половина, потому что вот такой ромбик, это не что иное, как 4 одинаковых части. То есть недостаточно записать одну четверть, вот эту, и она уже отмасштабируется налево и направо, наверх и вниз. Это как вязание по кругу. То есть мы делаем расчет одной части, все остальные, они просто дублируются. Поэтому нет смысла, тыкаю, компьютер пальцами перерисовывать все вот эти 80 рядов. Нам достаточно половину. Итак, распечатали листик, либо, если у вас нет принтера, нарисовали. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. И теперь берем, видите, мы на первом, первая строка, вот она, и мы здесь делаем прибавки. Вот я и записываю. Первая, единичка. Дальше. Раз, два, третья строка, единичка. Четвертая, единичка. Можно в каждой строке, можно не в каждой. То есть в данном случае, смотрите, как вы будете делать прибавки. Пятая нет, шестая есть. Седьмая нет, восьмая есть. Я ориентируюсь только на правую сторону. Девятая есть. Десятая нет, одиннадцатая есть. Двенадцатая есть. Четырнадцатая. Пятнадцатая. Семнадцатая. Вот точно так же, двигая экран мышкой, вы будете отслеживать полосы, если будете смотреть с компьютера. Я записываю на листик. Девятнадцатая. Двадцатая. Двадцать вторая. Двадцать третьяя. Двадцать пятая. Двадцать седьмая. Двадцать восьмая. Можно по две петли за один раз. Тогда у вас будет через ряд. Вообще не настаиваю ни в каком случае, как вам вязать. Двадцатая строка. Двадцатая. Двадцать первая. Тридцать третья. Двадцать четыредая. Двадцать шестая. Двадцать восьмая. Итак, половина есть. Смотрим на 41-м ряду. Это половина. У меня 27 слева, 26 справа. Может и 26, 26, 27, 27. У программы есть нюанс такой, что она делает убавки и прибавки по какому-то своему алгоритму. И они не всегда нам понятны. Лево-право должны быть симметричны. Она в своем хаотичном порядке как-то делает эти прибавки и убавки. В итоге получается идеально. Программа по расчетам не ошиблась никогда и ни в чем. Поэтому либо вы ее просто слушаете и провязываете по этому экрану, либо вы на бумажке себе прорисовали 1 четвертинку и размножили на 4 стороны. Лево-право, вверх-вниз. Все. Теперь начинаем реально разрисовывать на квадратик. Первая часть у нас представляет из себя деление на 3. То есть мы будем делить на 3 части. То есть у нас все эти ромбики ориентируются на 3. Поэтому у нас есть 41 ряд. Это половина нашего ромба. 41 делим на 3. Получается 13,6. То есть первая часть у меня будет 14 рядов. Отмечаю. Давайте возьмем черненькие. 14. Извините. Какая жирность нарисовалась? 14. Это первая тройка. Отмечаю себе на бумаге 14. 14 плюс 13 – это вторая тройка 27. 27 ряд. Это вторая. Отмечаю 27 на бумажке, на схеме. Мы поделили на 3 части наше полотно. 2 трети представляют из себя черную полоску. Вот то, что мы с вами поделили 14 и 27, запомните, потому что повторять это, в общем-то, я уже, наверное, не буду, потому что все остальные блоки будут ориентированы точно так же. Одна треть, две трети. Есть разделение. Закрасили. Залили. То есть мы выполнили первую часть, то есть в черном у нас пойдет, первая часть, две трети черным цветом, с самого низа. Дальше. Это серединка. Плюс, так, 41 минус 27, получается как раз 14. Хорошо. Так, 41 плюс 13. Это 54, делаю себе отметочку. И плюс, там, 14, 68. 82 минус 68, 14 на третью часть. Все отлично. То есть поделили плюс-минус один ряд, это вообще не страшно. Но лучше большее количество рядов относить на углы. Ну, сделали-сделали. Так, самое главное распределить, где у нас на каком ряду кончается третий ряд. Следующий ряд у меня будет на 54, потому что мне нужно две трети. Одна третя отсюда, одна третя отсюда. Это 54 ряд. И будет это белый цвет. Беру белый цвет. 54 ряд ищу. Извиняюсь. 54 ряд. Вот он прорисован. Вот он прорисован. Белый. И отсюда. Я могу его закрасить. И залить. Делаю отметку, что это белый. Следующая часть желтый до 67. Беру желтую. 67. Так, все, белая точка одна. 67 ряд. Вот он. Вот это желтый цвет. Залили. И остается черным. То есть вот макушечка остается у меня черной. Я ее беру и закрашиваю черным цветом. Распределили цвета по ромбику. Так пишу белый, желтый и черный. Извиняем. Так, что-то у меня тут какая-то непрокрашенная точечка где-то. Ну, ладно. Интересно, а в реальности ее нет? Ну, тут какой-то, видимо, сбой или брак. Ничего страшного. Итак, в итоге вы либо ориентируясь на программу, либо ориентируясь на бумажную основу, вяжете вот такую конструкцию. Не страшно, что у вас тут белые, кажется, что ничего не видно. В реальности вот она, белые цвета. Программа все видит и все вам покажет. Итак, вы ориентируясь на указание программы, либо ориентируясь на тот расчет, который мы с вами выполнили только что, провязываете 4 вот таких вот ромбика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!